Всем привет, с вами снова я, Ведьмак. В игре Teron 2.0 мы продолжаем наше прохождение. В предыдущих сериях мы проникли в мейнфрейм EN1282 для того, чтобы разыскать в нём исходники проекта под названием «Наследие Трона», проектом, над которым работал Алан Брэдли, отец нашего героя. Трон – это защитная программа, которая предназначена для того, чтобы предотвратить несанкционированный доступ пользователей изнутри системы. То есть таких пользователей, как мы, оцифрованных, помещенных внутрь компьютерной системы. Исходники находятся где-то здесь. Проект был заморожен в 1983 году, кажется. Вот, теперь мы пытаемся его найти. В предыдущей серии мы разгоняли эту систему, то есть повышали её параметры производительности, потому что их не хватало для того, чтобы загрузить в неё... Почему я не могу позволить? А, 225 энергии, нифига себе. Мы разгоняли систему для того, чтобы загрузить в неё искусственный интеллект под названием «Матрия». Давайте почитаем имейл. Тема разработка искусственного интеллекта. Как раз о чём я говорил. Кому Флину от Алана Брэдли. Январь 88-го. Я верю Лоре, и я открыл новую логическую матрицу, которая даёт 1213% увеличения при простом численном расчёте, а также при искусственном мышлении. Мы надеемся завершить прототип ранней осенью. Сейчас Лора называет искусственный интеллект математическим ассистентом 1. Не знаю, приживётся ли имя. Только время пока. Как вы понимаете, имя «Матрия» означает «Математический ассистент 3-й версии». То есть это уже гораздо более продвинутый интеллект. И в эту систему он просто не помещается. То есть это очень старый мейнфрейм. У него жалкие вычислительные мощности. Поэтому мы её подразогнали. Сейчас загрузим сюда как раз нашу подружку. Прочитаем ещё один имейл. Тот же самая тема. Аллу Нубре для Аткивена Флина. Ничто так не притупляет мозг, как хвалённый калькулятор. Нам нужен товарный продукт, или математический ассистент 1 будет строго для внутреннего использования. Компания определённо могла бы использовать эту возможность. Учитывая наши текущие затраты на восстановление утерянной технологии оцифровки, новый источник дохода мог бы стать заветной палочкой в рычалочке. Кстати, а твой новый ассистент умеет кофе приносить? Флин, как всегда, в своём духе подстёбывает. Продолжаем наше движение. Где-то здесь на уровне остался один невзятый мной секретик. И как минимум вот этот вот оптимайзер ползает. Где секретик находится, я не знаю. Возможно, я его пропустил в тот момент, когда мы двигались на время. Что же нам улучшить? Это хороший вопрос, на самом деле. Триангулятор. Давайте, наверное, продолжим улучшать нашу защиту. И заодно поместим сюда нашу снайперскую винтовку. Что у нас теперь по защите? 15% плюс 30, 45, 53, 62 и 68%. Ну, вообще, хорошая защита. Продолжаем. Там у нас есть энергия. Но, к сожалению, энергию я не прокачивал. А, вон и джет. Наверное, если бы я прокачивал во время левелапов только энергию, я бы мог взять тут вот программу под названием Коррозия бета-версии. Ну, в принципе, фиг с ней. Она не так важна. Она, конечно, хорошо помогает, поскольку позволяет нашему любому оружию, дает эффект заражения вирусного. Давайте скачаем еще одно разрешение. Оно нам пригодится, я думаю. Сейчас у нас небольшая передышка между боями, поэтому я тут буду больше ходить и эксплорить, чем биться. Прежде чем выполнять задание. Так, продолжается тема искусственного интеллекта. Флину от Брэдли. Я прошу прощения. Необходимость отложить презентацию. Кореальненькая фраза. Лора обнаружила довольно существенную утечку памяти в подпрограмме голосового распознавания математического ассистента 1. Но есть хорошая новость. Математический ассистент 1, аудио или МАА 1А, как мы его зовем сейчас, может распознавать более 60 голосовых команд без подвисания голосового буфера. МАА 1А абсолютно точно будет полезным напарникам при выполнении лабораторных исследований. Пожалуйста, проинформируйте проявление, что я запланировал презентацию завтра на 2 часа. Ну ладно. Не очень интересно письмо. Поток так гудит. Двигаемся дальше. Надо сейчас подкачать немного энергии. Осторожненько. Где-то здесь я видел еще один email. Хотя, возможно, мне показалось. Тихо. Да нет, мы вроде бы взяли все здесь. Ой. Страшные прыжки. Там нас ждет какой-то чувак. Чувак. Ага, спасибо. Здравствуйте. Программа, пожалуйста, степь от архива. Мои друзья в там. Позвольте мне. Извините. Этот сайт был дизайнен исторический архив. Акцесса расстрична. Какой-то упертый. Красивая штука. Ну вот, мы его сломали. Четное простое число. Это, конечно, очень смешно. Если кто-то понимает смысл. Так. Ну вот, мы проникли. Сюда. А вот это как раз архив с наследием трона. Давайте сначала полечимся. Потом, мало ли. И сохранимся. Привет, толстяк. Это трон-легаси-код? Это точно, страна. Красиво, да? Почему он не двигается? Код не скомпилирован. Код не скомпилирован, Джет, брад, лекаси-код. Система становится гораздо нестабильным. Возьми, Айна. Я не могу, страна. There's no place in the future for an old program like me. I'd be swallowed up and derezzed before I could spit out my first routine. This place... There's not much time left. Yes, but it's my home. A place that I know. Alright. Thanks for your help, Айна. I won't forget you. See that you don't. Mothria, where are we going? The net. Грузимся в интернет Вот такая вот у нас визуализация интернета Буйство красок Огромных конструкций Дата и программы Отлично Ага, давайте перенастроим наши подпрограммы В первую очередь запилим защиту Да включайся уже Так 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 Тапки еще А это что? А, нам конечно пригодится вирусный щит Вот Но чтобы взять еще Давайте хотя бы снайпик поставим Здесь я помню будут вирусы Это плохо Нам бы проапредить вирусный щит Конечно Можно полюбоваться Но Блин, разве это не круто Такая визуализация Люди, которые не совсем представляют себе Что такое интернет Могут хотя бы полюбоваться Хотя таких, наверное, уже остается все меньше Давай-давай-давай Че, где ты получил? Это не важно Окей, звучит Какой-то, звучит Я возьму Ага Еще и бесплатно Прикольно Спасибо Вот нам выдали как раз бета-версию Отлично Это радует просто Давайте поставим сюда профайлер Надо по этому поводу даже сохраниться Как только я начал говорить про то, что необходимо бы улучшить вирусный щит Нам его бесплатно выдали Ну ладно, возможно мы здесь еще найдем и оптимайзер Благодарю которому сделаем наш вирусный щит версии голд Это будет полезнее, поскольку в дальнейшем нам придется много с вирусами сражаться А это неприятная вещь, когда твои подпрограммы заряжаются, пока ты дерешься Ну ладно, что-то я разговорился Давайте вызовем транспорт Напоминает чем-то Звездные войны И планету Корусант Спам-блок Ха-ха Сейчас мы спам будем Получите бесплатно месок-бешок фасоли Ха-ха Пошел спам Надо было ставить спам-фильтр Лопачки Что у нас тут Так, меня никто не видит, никто не видит Стырим пару-тройку программок Азбета Шаромет Потратим на него энергию Конечно потратим Это ж клево И Разрешение Вроде бы энергии нам хватает Впритык Заражено Ну ладно Мы его разрядим Так Шаромет В будущем нам тоже пригодится Пока Где-то тут А Что делают Давайте его Обезвредим Энергии у нас Нуль Это конечно не очень Айз И по-моему сейчас Что-то произойдет Мне кажется Я помню это место Оно не очень хорошее Энергия нам Чуть-чуть восстановилась Уже лучше чем ничего Стекло Да Определенно мне напоминает Звездные войны Там Примерно такая же Архитектура была Туда я думал Падать не стоит Ребята работают На чем-то Это насколько Помню Башни связи Че-то типа такого Ну ладно Двигаемся дальше По сюжету Ради бы мы забрали Все что здесь было Секретного Привет Секретного Компайлера На вашей сервисе Можете мне помогать С этим кодом? Давайте посмотрим Трон Код Самый впечатленный Артефект Ну Извините Нет Не могу Процесс Комплекс Мои ручины Что тебе нужно Как высокий Компайлера Я предлагаю Прогресс Бар Тоже Игра слов Скачать письмо Давайте посмотрим Сначала Письмо Ужас Кому Габриэлю От Меган Дата Июнь 96 Ужас Это еще не самое главное Около года назад Когда мистер Брэдли Обновил Ма 1а До Ма 2а У многих Создалось впечатление Что ИИ проявляет Персональные черты Ее покойной жены Возьмите К пример Голос Некоторые говорят Что это просто Цифровое воссоздание Голоса миссис Брэдли Другие Пролагают Что она записала Огромную словарную Библиотеку Лежа на смертном адре Ходят слухи Что она даже Внедрил сохраненный набор ДНК в ИИ Я бы сказал Что это прямо Наушный фантастика Я не уделяю много внимания Слухам Давайте подзарядимся И начинаем Нашу защиту Уйди Уйди Сказал Так Подлые уроды Прекратить Прекратить Блин Заразили Таки И меня Заразили Да Черки Позорные Что же Вы делите Так Давайте сначала Готово Ушатаем Он здесь Явно Не к месту Одну башню Мы потеряли Это плохо Это плохо У нас их всего три Гадина Так Ты Уродец Прекращайся Сейчас же Свою Антиобщественную Деятельность Жучий Засранцы Диск Конечно Не очень Подходит Для того Чтобы Ставить Хитшот Стало С 30 секунд 19 Дай Дай Тихо А Там заспавнился Очень плохой враг Мы с ним не будем Связываться Потому что Он крайне сильный Мы просто Постараемся Продержаться Так Давайте Уберем Под программы Которые Заражены Иначе Они Заразят Соседние Давай Три секунды Всего Вот и все Вот Прибывают Защитные Программы Которые Помогут Нам Справиться С инфекцией Меркьюри Идентичность Меркьюри Это я Дет Не Ты Удиваешься Моя Удиверная Продолжение 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 Отформатировали Забыл что ли Что такое Уровень Повысили Замечательно Давайте Пока Увеличим Наш Под программы И как всегда Улучшаем По нашему Принципу Я его Нахожу Наиболее Оптимальным Для игры То есть У нас всегда Много энергии Хватает здоровья И Все остальное Тоже Потихоньку Подтягивается Обратно Мы вернуться Не можем К сожалению Поэтому Тот участок Игры Для нас Уже Просто Потерян А вот Оптимайзер Я как раз Хотел Использовать Его Для улучшения Нашего Щита Вирусного 75% Шанс Защиты И это Мне только Радует Мы можем Сюда Поставить Сканер Вирусов Например У нас уже 7 Голд Под программ И это Хорошо Это Вылечили Давайте Лечить Вот это Вирусы Неприятные Враги Именно Из-за Того Что Заражают Под программой Нам Я так понимаю Вот сюда В это Подсвеченное Местечко Прогресс Бар Как я говорил Это Игра слов То есть Бар это Как обычный Бар Где выпивают Люди Но при этом Прогресс Бар это Полоска Прогресса В переводе Нам здесь Ничего не нужно Давайте Дымим Опачки Это Че Тут у вас Затусня Отстань Отстань Давайте Мы их Уделаем Снайпер Опа Вот это Плохо И он По нам Стреляет Ой 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 Я Насколько Помню Нам Будет Какой-то Бонус От того Что мы Спасем Сейчас Эту Программу Если мы Спасем Конечно Они Убьем Ее Отлично Опа Блин Я уже Думал Своему Каюк Вроде бы Нормально Благодарю Полезно Помогать Незнакомцам Вот У нас Есть Последний Джет Мы на этом Уровне Собрали Оптимайзер Мы тоже Собрали В принципе Мы здесь Все секреты Уже Получили И Можно Выдвигаться В бар Бар Это Я помню Отдельный Уровень Там Свои Секретики Ну Вообще Достаточно Мы Продуктивно Двигаемся Ах Да Для начала Нам нужно Связаться С юзером Давайте Поговорим Продуктивно Ио Грид Я думал Я потерял У вас Все Очень важно Не Не Гост Не Не Что Чет Увидел Компайлер Да Я думаю Так Знакомься В前 Продуктивной Бар Нод Деактивирована Позже мы узнаем, что именно хотел гость. Почему важно что-то не делать. Пока я оставлю это за рамками, чтобы не спойлерить тем людям, которые не играли. Или уже не помню сюжет. Так. Я думаю, можно уже идти. 168, 170. Вроде бы ничего нет. Сходяемся. И вперед. Продолжение следует. Продолжение следует. Не было бы не случайно, что коррупция встала на лавсервер. Этот мастер-вузер Торн. Он следует следуя. Я слышу те же rumors. Но почему? Я боюсь, что это потому, что коррекция алгоритмов. Вы имеете в виду, что ты имеешь алгоритмов? О, хорошая. Да. Алл-1-1-медедеда их в мой код. Трон-Легаси-Код должен быть способен защитить алгоритмы коррекции. Мы должны встать и получить Трон-Легаси-Код. Укейушки. Нам здесь пользоваться оружием не дают. Потому что это цивильный бар. Здесь в секьюрити все такое. Музончик рубает. Народа, правда, немного я смотрю. Зато секретики все скучковались в одном месте практически. Вообще, люблю это место. Крайне мере, начало. Чуть позже тут будет не так приятно. Спойлерс. Что же нам улучшить? Мне хочется на самом деле улучшить защиту до самого максимума. Давайте ноги запилим. Есть у меня... А, у нас какая-то неизвестная подпрограмма есть. Надо расшифровать. К сожалению, гол под программ у нас больше нет лишних. Ладно. Это такая визуализация компиляции. Не нравится ему музычка. Ага, вот последний джет. Сканер вирусов. Ну, у сканер вирусов у нас уже гол. Нам не нужен ваш бета для неудачников. Похоже, так просто нам не скомпилировать код. Давайте поговорим с диджеем. Это тяжелая команда сегодня? Ничего не кажется, что он будет двигаться сегодня, понимаешь? Я думаю, что я делаю. Что там на плейлисте? Что-то, что люди хотят, брат, все хорошо. Дай мне что-то, брат. Попросите, брат. Попросите. Попробуйте. Попробуйте. Давайте спросим у народа, что им нравится за Амазон. Извините. Как твоя любимая песня? Я люблю трек «Секс», но ты знаешь? Я не знаю. Я не знаю. Тебе «Шестой» нравится. Хорошо. Один голос за «Шестой». Вам, мадемуазель, что нравится? Как твоя любимая песня? Я не очень фанатом музыки. Но для какой-то причины я не могу держать трек «Трек 3» из моей памяти. Так. Вам третий, значит, да? Голоса разделились? Что скажете вы, мистер Желтый? Я беру поворот. Какой песня тебе нравится диджей играть дальше? Трек 6 имеет отличный бит. Окей. Шестой, значит. Давайте поднимемся еще на верхний этаж. Там поспрашиваем народ и посмотрим, может быть там что-то еще полезного у нас затерялось. Ооо. Это мы любим. Так. Ну понятно. К сожалению, нам уже ничего не нужно. Мы уже все проабгрейдили. Зато мы можем почитать, как всегда, email. И скачаем разрешение цены. Тема «Нечто подозрительное в Fcon». Кому Кевина Флина от Алана Брэдли март 2003-го. Я не знаю, используешь ли ты еще этот электронный адрес. Но я все-таки попробую написать. Джуниор уверен, что руководство продаст компанию ребятам из Fcon. И мне не по душе то, что я слышал от него. Ирония в том, что Матрия наконец вычислила алгоритмы коррекции, которые были последними частями в этой головоломке. Мы вернулись туда, откуда начали. К сожалению, совесть не позволит мне рассказать моим будущим нанимателям про это открытие. Я внедрил алгоритмы в основной код Матрия. Более того, они зашифрованы, поэтому даже если кто-то получит ее исходники, то потратит уйму времени, чтобы обнаружить это. Аллен Брэдли. Вот такая вот загогулина. То, что мы уже, собственно, знаем. Аллен Брэдлиил алгоритмы в Матрия. Так, у нас два голоса за шестой и два голоса за... и один голос за третий. Точнее, фу, блин. Два голоса за шестой, два голоса за третий и один за какое-то еще. Извините, а что ваша любимая песня? Трак 6 – это отличная песня. Я надеюсь, что диджей играл. Ну, понятно. Значит, будет шестой. Хорошо. Здесь мы взяли все, что нам нужно. Можем теперь поговорить с диджеем. У меня нужно рекомендовать. Трак 6. А где я? Трак нет. И... О, модель колбасится. Модель, говорю. Трак 7-0. Модель, говорю. Трак 6-0. Аплодисменты, говорю. Хорошо. Где Трон? Трон отрешил. Я буду хостом. Джед, я реально думаю, что я должен быть хостом. Это мне, что нужно помочь. Я думаю, что это имеет значение. Так, обычная сумма? Это на меня. Я очень жестокий с этими длами. Я просто пришел к плющу от гостя. Я пойду узнать, что он хочет. Мы получили вызов от гостя. И на этом завершается мирная фаза наших приключений внутри этого бара. Поэтому в этой серии я уже не буду связываться с гостем. А оставлю это на следующую. С вами был Ведьмак в игре Трон 2.0. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, оценивайте, комментируйте, приходите еще. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры сделал DimaTorzok